Да, слава Богу. Начали. Да, слава Богу. Да, приветствую всех, кто будет смотреть. Всех вас, кто собрался, приветствую. Во имя Господне, во имя Иисуса Христа, приветствую всех, благоставляю. Спасибо огромное, что пришли. И я хочу по вечерам собираться с вами и кто еще придет с разных церквей, говорить об истории христианства хочу, об истории церкви, истории христианства. И это моя любимая тема. Но я из истории церкви, конечно, можно много о чем говорить. Но я хочу говорить по таким темам, определенным темам. Потому что мне это в жизни очень помогло однажды. Пересмотреть историю христианства через призму Слова Божьего, через Библию. Вот это мне очень сильно помогло от многих вещей освободиться. И выйти в новое служение такое, именно евангельское православное служение, реформаторское. Православное служение. Вот сегодня воскресенье. Это воскресенье, оно такое необычное в разных отношениях. Оно в традиционном православии, называется, вообще в календаре, в культуре даже православной, называется торжество православия. Это события, вспоминаются события очень древние. Еще там больше ста лет до крещения Руси, Украины, еще в Византии. Произошедшее событие 1843 года. События марта месяца 1843 года вспоминаются. Ну, 1842 и 1843 года. При царице Феодоре, которые были. Эта императрица, она, в общем-то, узаконила, как считается, узаконила иконопочитание, узаконила почитание крестов, мощей. И вообще, как таковое идолопоконство, оно было окончательно в христианстве, как считается, имплантировано и прижилось уже. То есть, вот в таком виде, в котором православие, допустим, католицизм сегодня существует, можно смело говорить, что рождение произошло именно вот тогда. Это было, вообще-то, 11 марта 1843 года. Но по традиции это празднуется первое воскресенье Великого Поста. Вот переходящее такое празднование. Поэтому вот в это воскресенье оно празднуется. И знаете, в чем беда-то? Что вот эти привнесенные извне в христианство явления, они уже за эти столетия, они прижились так, что, ну шутка ли, больше тысячи лет прошло, что многим кажется, что это, как бы, это нормально, это и есть христианство, это уже, как бы, наше. Но это не наше. Когда Русь была крещена, крещение Киевской Руси началось когда? В 1988 год. Конец, получается, до 10-го столетия. Вот, то есть, получается, прошло там больше 100 лет после того, и началось вот это крещение Руси. Вот, и знаете, то есть, изначально к нам христианство пришло уже сюда, в Киев, и на Русь оно пришло уже разбавленное. Оно пришло уже не просто даже разбавленное, а очень сильно смешанное с язычеством. Кстати, по поводу музыки, по поводу пения, музыкальные инструменты почему-то очень не понравились восточным отцам, и было запрещено вообще использовать музыкальные орудия, музыкальные инструменты. Я не знаю, на каком основании, но есть официальная версия, что на основании, что это, как бы, Ветхий Завет, поэтому о Новом Завете уже, как бы, не стоит. Нам в семинаре говорили, по крайней мере, но, опять-таки, стоп, многие другие вещи мы как раз говорили, что это в Ветхом Завете было, поэтому мы их используем. То есть, это получается так вот, ну, что нравится, что не нравится. Вообще, на Западе, в Западной Европе так не поступили. Отцы церкви западной, они одобрили, пусть музыканты, ну, не так сильно, но органы, по крайней мере, и какие-то некоторые инструменты тоже были. А на Востоке почему-то все запретили. Больше того, на Востоке сформировалась такая культура, ну, не без влияния ислама, культура только пения. Нет, с одной стороны, это хорошо. Я очень люблю петь, очень люблю пение, и когда славят Бога вот пением, это прекрасно вообще. Знаете, это орудие, которое Бог нам дал. Я верю, что в небесах будем петь так, что это потрясающе. И знаете, но даже было принято решение такое, что петь почему-то на 6 нот. Да, на Востоке так было принято решение. Ут, ми, ре, фа, сол, ля. Бесси. И только лишь 8 напевок. То есть сократили все до минимума. 6 нот и 8 только лишь напевок. Ну, правда, потом еще возникли подобные, то есть, как бы, некоторые вариации этих напевок. А кто их, так называемые, возник? Вот, это тоже было еще как раз перед крещением Руси. То есть, это все возникло вот как раз лет за 100 до крещения Руси. Такая традиция. Поэтому у нас музыка, как бы, и не развивалась особенно. И все оставалось в таком виде, как бы, очень довольно примитивном. Но в Западной Европе там развивалась музыка. Мало-помалу. Культура музыкальная развивалась, традиция. А пение старое. Сегодня старое пение даже в православии, но мало где можно встретиться. Ну, в Киеве, допустим, на Подоле можно. В храме там Стародачевска можно послушать пение старое. Ну, где-то еще там, в Лавре иногда чуть-чуть могут такие мотивы старые. Допустим, я пример такой беру, как вот пели раньше Аллилуйя. Вот, Аллилу и Арий. В литургии такая есть часть, называется Аллилуйя Арий. То есть, это много раз Аллилуйя поется. Вот, и это между чтением апостола, фрагмента из апостола в послании, и Евангелием. Вот, это поется Аллилуйя и Арий. Там чтец он стихи какие-то провозглашает из псалмов, а хор поет много раз Аллилуйя. И вот раньше пели так вот, знаменный распев. Арийлуйя. Арийлуйя. Только еще протяжный, это я так побыстрее не спел. И вот, своя культура была певческая. Кстати, на Кавказе частично она сохранилась, вот это старое пение тоже. Но беда в чем? Что без развития вот такого музыкального, оно как бы законсервировалось. И в богословии законсервировалось все, и в теологии, и в богослужебной практике. Я однажды видел видение здесь, в Киеве, в районе Ленинградской площади, на служение. Там, значит, собрание было такое, я был просто в гостях. Пришел послушать, пробовать. И в конце 2000 года, получается, было, да. И там, значит, интересно, что проповедник вышел уже на сцену, вот, и на сцене было несколько музыкантов. Они, ну, как бы фон такой легкий создавали. Уже они закончили все уже, спели все уже, да. И проповедник, он должен был начать, но он как-то что-то замешкался. Он конспекты листал, что-то открывал, и образовалась такая пауза. Люди рассеялись, как бы, и вот, как бы, кто-то стоял, кто-то сидел уже. И такая пауза, проложительная осталась почему-то, возникла пауза. И я, значит, как бы, там, на первом ряду с гостями был. И в этот момент я видел видение. Для меня это было шоком просто вообще. Знаете ли, я два раза в жизни видел видение, но первый раз это было в экстриме, в экстремальных условиях. Там, значит, в карцере, в армейском, значит, там, на гаупахте. Вот, когда жизнь на волоске была уже, значит, ну, там, как бы, можно это было объяснить экстримом, как бы, таким, да. Но, значит, а здесь-то без всякого экстрима, я вообще, как и тогда, так и тогда, был совершенно не готов к тому, что, ну, никто же даже не предупреждал, что сейчас будет видение. Вот, значит, и, да, вот, ясно, как вот вас вижу сейчас. Я не переставал видеть это все, сцену, музыкантов. Я не переставал, я не потерял чувство реальности, вот, этой реальности. Но я видел другую реальность. Над сценой, знаете, как в китайской перспективе, вот так вот, веером, раскрылась еще, как бы, сцена, не сцена, но огромная просто, огромная. И там было множество музыкантов. Я не знаю, это одних скрипок, ну, сотни, сотни. Вот, я таких оркестров огромных не видел даже, вот, и, при том, все настолько реалистично. И я не потерял чувство реальности этой и этой земной, да. Они, так же, по-прежнему, один на клавишах играл, такой фон создавали музыкальный. Но я слышал и там, что они играют. То есть, я, как бы, слышал ту музыку, и это было потрясающе. И, говорю, одних скрипок, потом больших скрипок, там, всяких, всяких, ну, всяких инструментов, огромное количество этих музыкантов. И потом видел некоторых этих музыкантов поближе. Тогда не знал еще про, будут такие сенсоры, там, вот, но что нечто подобное. И, когда я видел поближе, то я знал этих людей почему-то, их историю. И, что в моей реальности, вот, сейчас, допустим, тогда, вот, в конце 2000-го года, они погибали, эти люди. Они не знали Бога, и судьба их совсем другая была, оказывается. А в той реальности они прославляли Бога, они играли на инструментах, там, и прочее. Я был в таком недоумении и восхищении одновременно. И потом, это было для меня последнее китайское предупреждение, что я должен начать служение свое. А затем было сказано, что если они начнут это служение, то эти люди погибнут, а кровь их защищу из тебя. После этого я все, я... А, и когда это все, что кровь защищу из тебя, это видение так же, как оно раскрылось, внезапно так оно и закрылось. Все, и я не видел и не слышал. Проповедник начал говорить. Да? А те люди в той, вот те люди, которых вы знали тогда, вы потом как-то их судьба менялась, вы с ними сталкивались? А, которых видел там в этом видении, да? Я их не видел ни до того, ни после того. Просто вам, вы как будто бы знали... Как будто бы я их знал, но я их видел первый раз вообще в жизни этих людей. Но как будто бы я знал. Одна женщина, она там, вот на скрипке играла так интересно, она алкоголем, ее зависимость, они алкогольные, и она погибала в моей реальности. Я, кстати, после этого видения ловил себя на том, часто, что вот я иду и выискиваю глазами вот тех людей, как бы, может, узнаю кого-то из этих людей. Ловил себя на том, что это было так вот. А потом заходил в специально музыкальные магазины и смотрел. Просто ходил, смотрел на эти музыкальные инструменты различные. Там это вот, на Липецкой, там, Ямаха вот это. И там зашел, смотрю, и там молодежь, один там начнет что-то на ударничках пробовать, другой там что-то...